привет друзья на вопрос что такое сперматозоид наверное в странах бывшего советского союза или странах азии ответит неправильно скорее всего почти все мужчины ну кроме как врачей там работающих в этой области в азии вообще почти все ответят неправильно потому что многие наши мужчины не знает вообще что такое сперматозоид они почему-то ошибочно считают что это ребенок я сейчас решила сделать это видео как раз мелькнул какой-то турецкий фильм и мужчина кричал женщине ты со мной не расплатишься если ты потеряешь моего сына которого я тебе подарил то есть он считает что он подарил ей там сына неизвестно еще там сына или кто там будет в общем мужчины так считают еще отдельная тема будет о том почти как бы почему мальчик или девочка тоже насчет этого мужчины тоже ошибаются в общем сперматозоид это не ребенок как считают многие наши мужчины это вообще не ребенок это просто биологический наш материал и зарождается жизнь зарождается ребенок только внутри женщины когда вместе сперматозоид и яйцеклетка сливаются оплодотворение это самый первый этап зарождения новой жизни он начинается вот со встречи соединения двух половых клеток мужской и женской сперматозоида яйцеклетки это просто половые клетки также как и у женщины яйцеклетка 1 также у мужчины сперматозоид это не ребенок мужчины на месте их слияния на месте слияния сперматозоиды яйцеклетки образуются зигота клетка объединяющая в себе полный комплект из 46 хромосом с генетической информации о нас о людях о двух этих парах полученных от родительских двух клеток на этапе оплодотворения уже определяется пол будущего человека он выбирается случайно как лотерея известно что яйцеклетка и сперматозоид содержат по 23 хромосомы 23 женские от женщины 23 от мужчины все это набор нашей генетики до 23 хромосом не будет образовываться ни одна клетка для зарождения человеческой жизни нужно мы многоклеточные существа и нужно чтоб соединились 23 23 хромосомы 46 хромосом получится и от сперматозоида и от яйцеклетки начнет делиться одна клетка вторая и пошло пошло в общем яйцеклетка может содержать только x половую хромосома сперматозоид как x так и y половую хрома хромосому примерно по 50 процентов если с яйцеклеткой соединится сперматозоид с x половой хромосомы ребенок будет женского пола с y хромосомы мужского в общем как вы поняли также и пол все-таки не женщины виноваты как иногда мужчины там по 5 дочек или по 5 сыновей но это женская вина нет смотря какой будет случайность в общем так что а у женщины у нее есть ее женская хромосома x и все если y будет то тогда это уже от мужчины зависит кстати говорят что если пара хочет мальчика то тогда мужчине нужно очень хорошо отдохнуть потому что x хромосомы y хромосомы мужские они более слабые поэтому больше девочек рождается девочки более выдержанные эти хромосомы x и женские они более выдержанные это природой так дано поэтому они больше пробиваются быстрее пробиваются к яйцеклетки если же пара хочет мальчика например то мужчине нужно хорошо отдохнуть или временно оставить свою работу например по статистике у летчиков у людей которые на очень тяжелых работах работают очень сильные физические нагрузки испытывают космонавты летчики у них в основном рождаются девочки вот так что хотите мальчика кушайте больше мяса и больше отдыхайте это для мужчин так пойдем дальше как происходит процесс оплодотворения в общем я уже говорила свободная яйцеклетка оплодотворение зигота зигота потом делится на 4 клетки потом делится на 8 клеток на 32 клетки происходит разрез марулы примерно в середине месячного цикла у женщины происходит овуляция из фолликула находящегося в яичнике в брюшную полость выходит созревшая яйцеклетка способная к оплодотворению ее тут же подхватывает реснички ворсинки фоллопиевых труб которые сокращаясь проталкивают яйцеклетку внутрь с этого момента организм женщин уже готов к оплодотворению и примерно сутки жизнеспособная яйцеклетка в маточных трубах будет ожидать встречи со сперматозоидом с мужским материалом но не с ребенком конечно ребенок уже будет потом образовываться чтобы эта встреча состоялась ему придется проделать долгий тернистый путь попав во время полового акта с порцией семенной жидкости во влагалище почти полмиллиарда сперматозоидов виляя для ускорения хвостиками устремляются вверх они как бы выглядят да как живые но на самом деле у нас же все живое у нас же все клеточки живые в нашем организме кровь у нас живая все живое все двигается если под микроскопом посмотреть также и сперматозоиды но это не дети это биологический материал набор хромосом до заветной встречи им нужно пройти расстояние примерно 20 сантиметров что займет несколько часов на пути спермии попадаются много преград по пути ну как бы получается что уже отсеиваются другие до цели дойдут только самые выносливые сперматозоиды и чтобы оплодотворение состоялось в матку должны проникнуть не менее 10 миллионов которые будут помогать прокладывать друг другу путь и до финиша дойдут всего несколько тысяч а попадет внутрь только один из сперматозоидов если же две яйцеклетки у женщины будут или одна яйцеклетка которая разделена то тогда одно яйцевые близнецы туда два сперматозоида попадут и две яйцеклетки например или если пять бывает три ребенка рождается то там было три яйцеклетки они все оплодотворились тогда получается это тоже зависит от женщины они как про мужчину говорят тому он герой там близнецов сделал это конечно только от женщины зависит смотря как у нее сколько у нее одновременно яйцеклеток в большинстве конечно одна яйцеклетка но бывает 2 3 и так далее поэтому рождаются близнецы так не обязательно доходит самый сильный сперматозоид скорее просто везунчик который окажется ближе всех к норке входу над рытьем которые трудились все сперматозоиды вот для одного чтобы пробить защитную оболочку яйцеклетки как только сперматозоид оказывается внутри яйцеклетки происходит их слияние то есть оплодотворение теперь это уже не сперми и яйцеклетка по отдельности а единая клетка зигота вскоре она начнет свое первое деление образуя две клетки потом произойдет и дальнейшее деление на 4 8 клеток и так далее постепенно делящиеся клетки превратятся в эмбрион который фаллопиевы трубы сокращаясь будут проталкивать по направлению к матке ему эмбриону нужно скорее покинуть это место так как если он задержится то произойдет имплантация прямо в яйцеводе что приведет к нематочной беременности примерно на пятый шестой день эмбрион достигает своей цели он попадает в матку где пару дней будет находиться в свободном плавании выискивая место куда бы ему зацепиться имплантация эмбриона происходит в среднем на 7 10 день после оплодотворения иногда чуть раньше или позже найдя удобное место он будет почти двое суток как буравчик вгрызаться в пышный эндометрий чтобы там прочнее закрепиться погружаясь в глубь он задевает кровеносные сосуды расположенные стенки матки поэтому на месте имплантации происходит небольшие кровоизлияния в это время женщина может заметить у себя незначительные кровенистые выделения которые называют имплантационным кровотечением и относят к ранним симптомам беременности имплантировавшийся зародыш начинает выделять в кровь матери гачи это гормон беременности на которую реагируют тесты на беременность вот здесь уже видно что беременность состоялась по тестам и так далее гормон начинает выделяться поэтому через дней 10 после овуляции можно попробовать замочить первый тест случае подтверждения беременности удачного ее развития эмбрион продолжает свой рост и формирование через 9 месяцев на свет появится новый человек в общем тоже женщины запомните некоторые это не знают они думают сразу после полового акта там она побежит с тестом провериться беременная или нет нет это тоже только через время происходит дней через 10 только можно понять женщина беременна или нет после того как у нее гормоны начинают выделяться в следующую тема будет об искусственном оплодотворении